привет друзья мы находимся с вами в новом помещении для моих канареек для попугаев и сегодня хочу поговорить с вами подвести итоги прошел у нас месяц октябрь состоялась в Карапоткине ярмарка декоративных птиц там были попугаи канарейки голуби гуси горы и прочие прочие также было много корма ассортимент был большой корма были свежие хорошего качества и так я приобрел на этой выставке себе одного чижика взял под него клеточку взял немножко разнотравя сейчас вам подробно все покажу кстати вот решил воспользоваться своей старинной литературой и обновить память потому что я в принципе читал поверхностно но никогда досконально не углублялся как содержать чижей чем кормить чижей и вот теперь у меня появился маленький чижонок я хочу все это изучить более лучше и содержать комфортно своего чижа сейчас подробненько все покажу чижика клеточку ну и разнотравя естественно тоже посмотрим вместе и так сейчас я вам по порядку все покажу пока моя литература пустит лежит мы такой вот у меня представлен чижик я для него сразу приобрел вот сейчас чистый лист бумаги сейчас посмотрим с вами разнотравя которые я купил и вот такую ванночку надо обязательно друзья ну кого-то есть другие ванночки можно в общем любую ванночку надо чтобы чижик купался купание птицы очень полезно обратите внимание сейчас на клеточку покажу вам ну по мне так это классическая клеточка для одиночного содержания кеннеров то есть здесь можно содержать кеннера щегла чижа ну вот такую птицу можно даже пару амодин содержать в принципе зебровых и пушек тут будет нормально если кто-то держит волнистого попугая я думаю такая клетка и для одного волнистого попугая тоже подойдет клетка значит оборудована здесь смотрите вот встроенный кормушка пенал такая есть сюда мы насыпаем сухой корм если мы даем на к примеру тертую морковку там или капусту перец болгарский то это мы даем отдельно на блюдце такая вот тут дверка есть открывается дверка без пружинки без ничего просто дверка и значит туда мы можем ставить на блюдце мягкий корм это яйцо там или личинки жука этого мучника то есть это все нужно все полезно также рябину калину мы можем мять толочь ножом резать кто как приспособиться и на блюдце значит такая клетка такой чижик и сейчас посмотрим разнотравия друзья поехал с пустыми руками там увидел разнотравия мне насыпали в пакет в мешок то есть в пакет ведро высыпали ну такой вот разнотравия сейчас на бумагу насыпем на белую и посмотрим что за разнотравия я купил но в принципе не пыльная бывает знаете когда такой отсев это правильно сказать отсев льна а есть именно разнотравия то гораздо дороже гораздо лучше и в принципе сейчас такую редкость такое найти разнотравия именно нормально сейчас я на бумажку насыплю посмотрим кто не в курсе как понимать разнотравия вот пиш сыпите на белую бумагу и тихонечко дома аккуратно можно это рассмотреть можно лупу взять чтобы лучше видно было вот друзья при хорошем освещении и даже если еще возьмете лупу то будет хорошо видно все это разнотравия значит первым-наперво у нас тут бросается в глаза это вот семена льна ну поскольку это отсев от льна то тут совершенно правильно встретить лен там еще был отсев от семечек подсолнуха вот надо было тот за этот хороший но я не успел пока видео обзор делал вернулся уже более хорошая разнотравия разобрали так здесь еще есть вот эти вот видите вот маленькие черные точечки похоже как я сперва думал что это сурепка потом я стал думать что это щерица теперь я думаю что это еще и лебеда потому что эти все мелкие мелкие семена они похожи и на щерицу и на лебеду и на сурепку ну конечно если это было бы сурепка это было вообще супер потому как сурепка для канареек это прям особенно для киноров те кто поющие кинора им сурепка как бальзам на душу как говорится в общем вот такие вот у меня обновки это я взял для кормления канареек ну и буду подкормить чижа своего теперь новоиспеченного и кстати у щегла у чижа моего хороший аппетит вон видите кушает кушает я ему вчера предлагал личинку мучного червя но он ее почему-то неохотно взял она долго лежала там на блюдце потом он ее немножечко ел вот я не знаю то ли он уже сидел и у хозяина сидел что-то я не спросил ну по поведению вроде как спокойный не особо дикий но на руки пока контакта нету ну в принципе со временем я думаю этого щегла то есть этого чижа приручить будет ручной я надеюсь он мои кеннера там поют один вернее кеннер поет вон видите уже немножко переехала часть канареек сюда вон они стоят потом подробно видео снимем сейчас мы тут штукатурим вон стенки видите там поштукатурено там еще нет в общем еще работы как говорится конь не валялся но уже немножко полежал друзья подписываемся на канал всего всем хорошего до скорой встречи всем пока у он и а и